МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Сладкого пирога мало кто откажется, а значит, и наше любимое, и поговорить, становится актуальным. Итак, о малине. Ученые склонны связывать название ягоды с обозначением цвета. Малинос на древнеиндийском языке черный, мелен на бретонском желтоватый, малеус на латинском красноватый. Так в одном слое малина совмещается произношение на трех языках трех разных цветов, и цвета эти именно такие, какими в зависимости от вида сорта и бывают ягоды малины. Но не исключается, что название основывается на особенности строения ягод, ведь они в ботаническом отношении представляют собой костянку, то есть как бы складываются из мелких плодиков, и в таком случае слово малина берет начало от слова малый. Дальше тоже все в цвете. Родовое название малины – рубус, красный, видовое – идеус, в честь горы Иды на Крите и дочери критского царя Мелисея. Как-то Ида решила накормить младенца Зевса дикими ягодами, растущими на горе, и отцарапала руку – ягоды стали красными. Уже и этот миф свидетельствует о том, что малина известна с незапамятных времен, и не только у нас, а поэтизирована во многих сказаниях и былинах. Впрочем, письменные сведения о посадках малины на Руси относятся к XII веку. Юрий Долгорукий основал сад, где малине было отведено почетное место. И так малина разрослась, что даже медведи позабыли, что это культурные посадки. Не случайно же малину называют еще и медвежьей ягодой. А еще женской, что вполне объяснимо, ведь в малине очень много железа, что, думаю, и мужчинам тоже будет кстати. А еще встретила вот какое. Аромат малины в помаде или духах вызывает у женщины парадоксальное чувство слабости как силы. Удивительное рядом, что-то очень сложное. Но вот насчет аромата пирогов тут все попроще. Пироги действительно наша слабость, но в ней и наша сила. Пора присмотреться к рецепту. Малиновый пирог. Соединить муку, сахар, соль, разрыхлитель. Добавить сливочное масло, растереть в крошку. Далее яйцо и замесить тесто. Распределить его по форме, чтобы были бортики. Убрать в холодильник минут на 30. Для начинки яйцов взбить с сахаром и сметаной. Залить полученным выложенные на тесто ягоды малины. Выпекать в духовке при температуре 180 градусов 40-45 минут. И только одно смущает. Далее в рецепте следует желательно пирог на ночь отправить в холодильник. Так он будет лучше нарезаться и будет вкуснее. Да кто ж с таким малиновым ароматом на весь дом подобную отправку на ночь позволит. Приятного аппетита! А с вами была Жанна Соловьева. Удачи! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова